Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о трагедии в Нижнекамске. Я работала, ходила, тут медицин стояла, я думала, зачем стоять? Родители троих малолетних детей нашли погибшими в своей же квартире. Покажем последствия крупной аварии на Горьковском шоссе. Водитель был с признаками алкогольного опьянения. А также точка в деле об оставлении ребенка ночью на обочине дороги. Он должен был так поступать, но умысла очень передать дочке, когда не было, хоть не может. Суд признал отца виновным. Это и не только прямо сейчас. Страшную картину увидели родственники 31-летней жительницы Нижнекамска, когда, обеспокоенные ее долгим отсутствием, пришли к ней домой. Тело девушки нашли на кухне. Ее 54-летний супруг с признаками удушения был в ванной. У них остались трое детей, самому старшему из которых 4 года. Рамиль Шайдулин на версиях трагедии. Жители 22-го дома по проспекту Химиков в шоке. Маруся Сучкова жила по соседству с большой дружной семьей. Ничего плохого не замечала. Оперативные службы съехались после того, как родственники погибшей не смогли выйти с ней на связь. Телефон молчал, дверь никто не открывал, хотя в квартире горел свет. С помощью участкового они смогли дотянуться до окна и ужаснулись. У погибших супругов остались трое маленьких детей. Двое в момент убийства находились в деревне Прости у родственников. Третьего ребенка отец семейства отвез к сестре. Она живет в Нижнекамске. Была ли в это время его супруга жива или уже нет, пока неизвестно. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Катарстан возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Главе семейства было 54 года, его супруге 31, детям год 3 и 4. На своих страницах в социальных сетях супруги признаются друг другу в любви. В глазах окружающих идеальная семья. Он еще на автобусе. Я-то сам всегда сюда ставил белый такой автобус. Я не знаю марку, но и нам марку в общем. На нем отец семейства, как меценат, вывозил прихожан Афанасовской церкви на паломнические поездки. Они с супругой и сами были активными посетителями Покровского храма. Очень верующие. Они церкви, она на клириксе пела. Семья хорошая. Ты насколько знаю, ее папа Катин, он всегда хвалил этого зятя. Это самый искренний, настоящий человек. Она никогда не будет врать. Просто самая настоящая. С кем останутся дети сейчас, будут, вероятно, решать органы опеки и суд. А задача экспертов установить, была ли девушка беременна. Если да, то статья, по которой возбуждено дело, будет иной. Рамин Шайдруин, Александр Комаров и Вахри Исламов. Вызов 112. Желание воплотить в реальность сцену фильма закончилось смертью для одного и уголовным делом для второго. Трагедия произошла в Камских полянах. Как считает следствие, оба брата в возрасте 45 и 46 лет, распивая алкоголь, смотрели по телевизору боевик. Увидев сцену убийства на экране, младший заявил брату, что тот не сможет повторить увиденную сцену. Чтобы доказать обратное, старший взял со стола нож и нанес родственнику два ранения в грудь и живот. После этого мужчины легли спать, через некоторое время обвиняемый проснулся и увидел, что брат мертв, после чего обратился в экстременную службу. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по республике Торстан ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Проводится к области необходимых следственных действий, направленных на восстановление всех обстоятельств произошедшего. Судом в ходатайстве следствия в отношении мужчины избранный мероприщение в виде заключения под стражу. Водитель «Лады» 99-й модели на Горьковском шоссе не справился с управлением, зацепил отбойник, после чего легковушка несколько раз перевернулась. 35-летний мужчина, сидевший за рулем, во время кульбита вылетел из салона автомобиля. Подбежавшие к нему очевидцы предположили, что он не трезв, но в Саминязово увидело последствия аварии. Здесь лежал, потом пришел в сознание, начал искать документы. Этот мужчина один из первых остановился, чтобы помочь пострадавшему. Подойдя к водителю, лежавшему на асфальте, он заметил, что от него исходит запах алкоголя, а на проезжей части были разбросаны бутылки спиртного, вылечившие из салона искореженной «Лады». На место тут же вызвали медиков и полицейских. Изначально «Лады» протаранило ограждение еще несколько метров, проехало по нему, срывая за собой железную конструкцию. Так что некоторые отлетели на несколько десятков метров вперед, а некоторые остались висеть на дереве. Только после этого отечественный автомобиль начал совершать кульбиты, в ходе которых водитель вылетел из салона. Автоинспекторы оформили дорожно-транспортное происшествие и направились к пострадавшему. Ведь необходимо было развеять или подтвердить предположения очевидцев. Медосвидетельство не показало, что мужчина действительно был пьян. 35-летнему водителю очень повезло, и он лишь чудом остался в живых. Ему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Медики диагностировали у него закрытый перелом поперечных отростков поясничных позвонков со смещением и множественной ссадины верхних и нижних конечностей. Сейчас водителю грозит лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого ему придется заплатить за порчу городского имущества, то есть ограждение проезжей части. Автомобиль восстанавливать смысла уже нет. На вся меня зовут Анаэль Абдуллин, вызов 112. Два автобуса столкнулись накануне на повороте перекрестка улиц Максимова и Ижевская. По рассказам одного из водителей, они недопоняли друг друга на повороте. Мнение обоих в том, кто виноват, расходится. В результате удара, к счастью, никто не пострадал. Пассажиры также отделались лишь испугом. Не справилась с управлением и вылетела в кювет. Крупная авария произошла на улице Азина. 22-летняя девушка за рулем Черри Кима с различными травмами госпитализирована. Подробности о аварии в материале Алии Харудиновой. Ну, шибусь чуть-чуть и все. 22-летнюю девушку госпитализировали в 7-ю горбольницу. Несмотря на то, что Черри Кима, кувыркаясь, вылетел в кювет, автолезия получила незначительные травмы. Об этом рассказал ее отец, приехавший на место аварии, сразу как только узнал о произошедшем. Плохо, говорит, что-то стало, говорит, с головой, вылетел в кювет, говорит, очнулся. Столкновений с другими автомобилями не было и ее никто не подрезал. Какую ответственность понесет автоледи, будут решать сотрудники автоинспекции. Алия Харудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. Раскаялся во всем и заявил, что это одно большое недоразумение. В советском мировом суде поставили финальную точку в деле обоставленной полуторагодовалой девочке на обочине дороги. На скамье подсудимых 28-летний глава семейства, супруга обвиняемого, признанная потерпевшей, попросила суд прекратить уголовное дело за примирением сторон. Но представители прокуратуры имели другое мнение, настаивая на его наказании. С чьими аргументами согласился суд, расскажет Айрат Назипов. Я не должен был так поступать, но умысла очень передать дочке, как бы у меня никогда не было, любить не может, я очень сильно люблю, как она меня. Подсудимый 28-летний Иван Дмитриев полностью раскаялся в суде. Его обвиняют в том, что он ночью оставил свою полуторагодовалую дочь на обочине дороги, после чего уехал. Как объяснял позднее, девочку наставил матерь, с которой поссорился на почве ревности. Но супруга этого не заметила и также уехал без ребенка уже на другой машине. Спустя какое-то время, когда я понял, что она поехала не домой, я уже подумал, что, наверное, все-таки что-то не так, что она не будет гулять с ребенком, потому что по улице. И тогда я снова написал ей, что где Каролина, на что он ответил, что с нее нет. Я говорю, ты что, шутишь, шутишь? Но тогда никому было не до шуток. Ребенок просидел на обочине нескольких десятков минут, пока его не заметили прохожие, которые и вызвали на место медиков и полицейских. Показания стражей порядка выслушали на заседании. Ребенок как был одет? Легко был одет. Колготка, футболка вроде на ней была. На улице погода какая-то? Ну, прохладненько было уже. Девочку доставили в больницу. У нее диагностировали ангину и повышенную температуру. Медики отмечали, что если бы ее нашли позднее, последствия были бы куда-то рогичнее. Отец малышки, узнав о произошедшем, вернулся на место, где оставил ребенка. Там встретил полицейских. Отец ребенка, делал себя он как? Ну, я говорю, паника была у человека. Ну, пояснял то, что якобы жена увезла ребенка, сидя дома, оставила тут и начала отправить смс, то, что ребенок там, забери туда. Впоследствии в отношении родителей составили административный протокол, а главу семейства и вовсе привлекли к уголовной ответственности по статье «Оставление в опасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание до одного года лишения свободы. Государственное обвинение попросило суд приговорить мужчину к исправительным работам на 9 месяцев. Тогда как жена подсудимого и теща, признанные в этом деле потерпевшими, попросили суд прекратить уголовное дело. Говорят, помирились. Безумно любит папу и так же, как и мой муж, безумно любит свою дочь. Никакого причинения, вреда, я уверена, что он не смог. Хочу, чтобы дело прекратили запримирение у сторон. Суд признал подсудимого виновным. Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы. Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Субтитры подогнал «Симон»